Здравствуйте, Питер! И что намного интереснее не могут изменить меня, являясь призраком, напевом, жуками на бумаге, оголтелым доказательством привычного ноля. Но поезд вроде едет, или это я? Я еду в поезде, а он стоит. Ах, превоззывать зиму к ветту не стоит. День убит сиденьем на нижней полке, и к черту расстояние дни от сумерек и звезд летят осколки и превращаются в огни. Луна привычно пляшет в мокром небе, мелькает за окном, сияет светляком, и я уже не понимаю, что толку в том, с чем я знаком. В гортане застревает фраза «Все бесполезно!» Нет ночей, нет дней и вечеров, нет поезда лесов, полей, нет утра на твоих прекрасных с привычной позолокой глаз. Нет ничего, и все напрасно, и я пишу последний раз тебе. Я все прощаю, прости и ты, но все нельзя простить, ведь все, и поезд, и луна, и проводницы с чаем, всего лишь порванная нить, что нас держала друг за друга и, натянувшись, лопнула в тиши. И нет теперь меня, тебя, лишь поезд едет до Калуги, но сердце говорит, кричит, пишит. На верхней полке новобранец спокойно спит, он тоже есть. Или это бес, что научил меня когда-то чирикать и читать по кабакам, по скверне, по черновикам, по переулкам? Текут мои проклятые чернила, что жизнь бумага для чернил, вчера во сне ты слезы лила, и я, проснувшись волком, лил, что толку? Жизнь бумага для чернил, пойми, не будет расставаний, не будет встречи и обещаний, не будет тех мучений тайных и явных, ревности огня нет больше, ни тебя и ни меня. Солдату снили сарафаны, себя увидел генералом, в руке Макаров, в голове приказ, Донбасс, и кто ему во сне указ? Он делал, что хотел, ведь время исчезало, он убивал, стрелял, куда попало, и после спрашивал устало, ну сколько я убил, а время? Время исчезало, как нет его внутри могил, но засыпая, он запомнил, на нижней полке кто-то был. Пойми же, я тебя любил, и ты любила, но мираж растаял, и я опять ломаю карандаш. Ну что тебе слова поэта? Пустая прихоть, мания, привычка, которую не стоит принимать всерьез, я вам пишу. И что? Кавычки. История не терпит слез. И кем мы были? Пусть покажет время, что навсегда исчезло в той реке. Я иду в город, где я буду на коленях читать стихи в столичном кабаке. Как ангелы над нами плакали и плачут, как любовали с нами облака, но все прошло, как все проходит. Это значит, что жизнь не тяжела и не легка, она всего лишь цепь условных действий, как тень. Упала на листок строка, и мы здесь вовсе ни при чем. Хотя и прожили, бог знает, сколько вместе, но время обернулось палачом. Не так ли, образуя воздух, молекулы толкались, торопясь. Краснеют на пурпурных розах, на пятитысячных рублях. На крови, пролитое не мною, ведь времени, как не было, так нет. Заря, пурпурный сгусток крови, пятиэтажка и поэт. О, муза, будь со мною рядом в тот миг, когда не хватит больше слов, когда покажется обманом и жизнь, и слезы, и любовь. Под веками дрожат глаза, салтату продолжает сниться тот сон. И сарафан сменили джинсы, и голые девчонки были, и были отвратительные крысы. Природа, что причудливо невосполнима, проснувшись, он забудет все. Поэта пояс, ночь чернила, все это ветер унесет. Вот здесь точка, поэтический расчет. Я молча тарился в окошко, зарю сменил сырой туман. В стакане дребезжала ложка, и поезд ехал в океан, где прячутся левиафаны, гиппопотамы и киты, где корабли считают страны, точно счеты, а страны вычисляют дни до следующего приступа прихода. Эпохи дня, минуты сна не забывают про обещания, когда останешься одна. О, это письместольное молчание, в котором распорядок есть в отсутствии, которого не существует без присутствия того, что есть. На самом деле я чернее черного, и только белизна бумажного листа, и жизнь, что на кону стоит, и город, что в ночи пропал, и нет ни правды, ни обид. Лишь поединок черновика с безумием. Финал. Мы шли полжизни и волчали, нас окружал кровавый мрак, над нами вороны кричали, перебивая лай собак. Я проклятал себя и силу, что заставляло нас идти. Мы видели одни могилы на нашем правильном пути. Вот так кончаются стихи. Любовь, надежда, ожидания, все телефонные звонки, все наши оправдания. Какое дело мне до этого? Я шел за ним, я думал вслух. Одежда этого поэта как будто со старухи снята. Ладно, веди меня в свой дыр, бомщил среди побоек и могил. Я должен знать, что ждет нас всех. Ответом был ехидный смех. Пространство сжалось. Я увидел, как через мутное стекло лицо ужасного правителя, что правит той страной, в которой я родился и любил. В его глазах торчают гвозди среди помоек и могил. А ведь когда-то на портретах, во всех правительственных кабинетах и даже вот сейчас на майтах все смотрит, тоже, блядь, лицо. Это была организация. И что теперь? К чему ему была и слава? Он весь трясется, и кровавых слез ему не прекратить. Он что? Рассчитывает жить всю вечность, играя жизнью миллионов. Теперь он получил за все. Нас тоже вряд ли кто-то вознесет на небеса. Подумал я в проклятой песне Пудея, где время превратилось в круг и вырывается из рук. А он все продолжал кривляться. Ведь ты его узнал? Ну-ну, еще бы! Ты же издевался над ним почти на всю страну. Доволен? Я проснулся. Подушка, наволочка, книги. И мы поступили очень мудро, что не пошли вчера на митинг. Лучше стимул для творчества, ну, конечно же, одиночества. Но в этот раз мы с пацанами курили дурю, увидали в окне напротив голую девку, которая терла волосы полотенцем. Ей захотелось одеться. Мы кинули стул в окно, стекла полетели вниз. А эта голая блять, высунув голову на улицу, вся в крови начала плевать. Дальше был ветер и гололед. Они окружали медного всадника вместе с нами. А он все пялился на облака наглыми пустыми глазами, создателем перья и общака. Здравствуйте, реформатор! Как мы выглядим? А у моих приятелей на лице в пирсинг. Какие ты кольца? А я все не мог успокоиться и орал на медного листукана. Как наш мир? И кровавая рана заката висела над нами, и мертвые шевелились под ногами. Если есть какие-то вопросы, вы их задавайте, пишите, запишите. Я на все отвечу, никаких проблем. Можешь так спросить. Стоп. Это другое. Я прочитаю из Медея мои поэмы. Я не знаю, здесь и великая Илона Марканова, и великая актриса запланированная роль, наверное, я еще напоедусь. И Джулиан, режиссерка этой серии. Но они подойдут в тренинг кубе. Вы видите сегодня, представляете? Я здесь. Каринфа уже нет. Колхиды снова оккупированы кем-то. Пустая сцена. Падает холодный след. И сколько стоили билеты в сегодняшний театр, знаю. И будто бы играю саму себя Медея, автор идиозен. И говорят прогнозы, и говорят журналы, что все идет к провалу, и нет ни рая, даже ада, в котором встретимся, и сон. Я здесь, на сцене, а Эллада, мой страшный сон. Россия! Сжалься надо мною. Мне грязь в глазах мешает говорить, но ты такая же жестокая в судьбе. И то, что ты услышишь, не ты сама, сошедшая с ума и мстительная будто. Не ты ли зажигаешь утро? Прозрачную перламутру в рочь. Но что на самом деле? Коррупция, война, власть придержащих. И вот, с горящим факелом в руках, свобода поджигает города. Да, в чем здесь причина? Узнаем ли, когда начнется новый бунт бессмысленный, кровавый, в огне? Поймете ли, почему Медея сожгла Коринф, убила брата? Я, посетительница ада, тысячелетняя загадка. Причина, что я здесь, какая? Коринфа уже нет, как многих государств. Тому свидетели вы сами и в городе, что убираясь небесами в коричневое мясо площадей, где полицейских больше, чем людей. Читаю монолог, и врипида, цитировать не позволяю, ведь его цена еще дешевле, чем цена и сонаря. А здесь, и зритель полусонный, пришедший на классическую пьесу, сочтет неинтересным мой монолог. Но вечный рок диктует смысл, и притворяется артист, и зритель притворяется. За сценой прячется дурацкий черт, и не вини поэта, ни себя. Все было, будет и пройдет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ